Благодарю Тебя, мой Господь, за милость Твою и любовь Твою. Аллилуйя! Прости нас и помилуй Господи. Напрасно прячутся грешники. Господь всех вытащит на свет. А прячутся алименшики, прячутся грешники при любодеи и не показывают лица своего. Адам согрешил в раю и спрятался от Бога. Войте во свет! Не придуряйтесь, люди добрые! Зачем вы прячетесь? Чтобы жена не увидела, что ты ищешь развлечения с чужими женщинами? Успокойся! Перед Богом это все известно. Господи, слава Тебе! Хвала Тебя! И в этой яме тьме и безбожии, в этом Содоме и Гаморре, люди должны услышать о Христе, о Спасителе. Слава Господу! Я спрашиваю, по милости Божией, вы хотите... Господь Иисус Христос умер за наши грехи и ждет с покаянием. Сатана все перевернул. Бог сделал так, что в человеке есть совесть. Стыдно делать грех. А каяться должно не стыдно. Наоборот, я хочу очиститься. А сатана наоборот. Грех делает с радостью человек. А каяться, боиться, в церковь я не пойду. Я верую в душе. Ему не хочется открывать. Вот я здесь вижу, я вместе снахожусь. У нас необходимость такая рассказать людям о Христе. Гляжу здесь примерно в этом чате. Рулетка 80% мусульмане. Я спрашиваю, скажите, вы зачем здесь? Ну вот, общение. Какое общение, когда голые сидите? Голая половина. Ты уже приготовился, уже постель расстелил. Дома тебе за каждые четыре жены надо колым платить, а здесь 44 бесплатно. Вы жеребцы ненасытные. Остановитесь. И он захохотал, главное, мусульмане. Это я вас очень хорошо знаю. Я миссионер, мы проехали шесть мусульманских республик. К нам отношение у них было везде хорошее. Мы в доме мулы ночевали в Баку. Ходили в мещеть. А это, собрались-то вы здесь. Здесь ничего нет, кроме прелюбодеяния, блуда. Надо выйти отсюда, человеку, и сказать, господи, прости, а тут было не за хорошим делом. Женщины показывают, блуд творят. Мужчины сидят, здоровые дядьки, анонизмом занимаются. Это все открыто. Ну, чего хорошего-то? Отец, ты прав. Как вас зовут? Меня зовут Игнатий Лапкин, город Барнаул. Мы свидетельствуем о Христе, что Христос умер за наши грехи и зовет к покаянию. Мы молимся о том, чтобы Господь послал добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И только любовь объединяет нас. Любовь к Богу, единому вечному во Святой Троице. Богу слава нашему. И вот все едят и пьют, или спят лежат, или едят и пьют, ничего больше не занимаются. И вот сейчас один на меня всыпился, ничего не знает, Библию в руках не держал. И пытается спорить. Ну, как же так? Надо маленько знать. Чтобы знать мусульман, мне пришлось написать целый том. Я разбираю Коран по сурам и аятам весь, сравнивая с Библией. И историю мусульманства до 1300 лет. Мусульмане ее с руками отрывают, потому что я очень много лет работал над этим. Показал, что там есть. Ничего не добавляя, не нападая, а как есть. Сравнивая с Библией. Бог един. Бог един. Абсолютно правильно. Единый Господь, говорит. Един Свят, един Господь Иисус Христос. И Он зовет нас. И поэтому Бог дает откровения через пророков своих. Пророки предсказали Исаия, 53 глава, что придет Мессия. И как над ним будут издеваться. И как распнуть его. Что с ним будет. Как он воскреснет. Это уже было известно за 700 лет до пришествия Христа. И при том 300 пророчеств в Библии о Христе полностью, буквально исполнились. Сказано было у пророка Захария, что за него, за Христа предатель получит 30 серебряников. 30. Ну, любому понятно, что 600 лет, и чтобы цена на одном месте стояла, не бывает. Возьмите доллар, который был в начале 19 века и сегодня. Там разница неизвестна какая. Русский рубль сколько стоил? Тут можно было весь год жить. А сегодня рубль вообще ничего не купишь. Две папиросы, может быть. И поэтому сказать, что ценно и сколько ценно, это говорит нам в Священном Писании. За Христа заплатите 30 серебряников. И везде цены поднимаются, инфляция падает. Цена раба одна и та же стоит. Раба без опыта в деревянных башмаках. И, наконец, Иуда сделал предательство. На завтра цена раба пошла другая. Если бы заплатили 29, это не Христос, обманщик. 31 серебряник, не Христос, обманщик. 30. И он родится должен в Ифлиеме. А как он в Ифлиеме родится, когда живет в Назарете? Ничего. И вот здесь все время люди, которые находятся, пьют. Я говорю, вы хотите гиенский огонь погасить, который за грехи разразится? Да нет. Ну почему все время пьете? Пьете, и все, притом не то, что он хочет пить, а ему надо что-то заливать. Я отвлекаюсь как будто, а на самом деле это так. Я много выступал по радио. По радио. Я никогда с собой не позволял ставить там какую-то бутылку или что-то пьют. Даже верующие, священники. И все хлюпают и хлюпают, сидят. Это неприлично. А потом, чего же ради-то ты залез туда, если ты хлюпаешь. И притом не... Можно вопрос задать? Я слушаю, пожалуйста. Как вы относитесь к нашему патриарху? Вся Руси. Ну если так сказать, я никак не отношусь. А в чем неправильно, я писал ему. Я писал Пимену. Алексею писал всем. И Алексею второму. Что неправильно в церкви. Вот смотрите, я занимаюсь Вселенскими соборами. Это книга правил. Инструкция. 986 правил. Осталось 719. Я говорю, вы куда остальные дели? А 719 правил, они издают сейчас книга правил. Это уже инструкция. Это конкретно нам нужно заниматься. Из них 413 ежедневно... Это 413 ежедневно нарушается в церкви. И все за деньги, за деньги. Это как наказание какое-то. Вот у нас две общины, у нас денег нет. У нас с тарелкой не ходят. Ни за крещение, ни за что деньги не берут. Мне с патриарха не судить. Но как он крестит, его за это надо отключать. Вот так держит ребенка и ладошкой поливает. Крещение означает погружение троекратное. Как князь Владимир крестил. Троекратно. Вот это, что его обвиняют. Он там торговал табаком да водкой. Что у него 4 миллиарда долларов. Меня это не касается. Я за него каждый день молюсь. Но мы ему в прямое подчинение не подходим. Мы зарегистрировались от русской православной зарубежной церкви. Вы извиняете меня, откуда вы сами? Город Барнаул. Я тут и родился в Алтайском крае. А, я в Барнамуле был. Да, это жительство в Сибири, да. Другого конца вообще России. Ну вот так. Патриарх ответит за себя. В Библии написано, с начальствующих будет строгое взыскание. Мне не давали работать, а мог работать только на самом низу. 40 лет пещи делал. Сторож был. Я отвечаю, если украли у меня что-то, я не поймал вора. И моя печка дымит. Я только за это отвечаю. Но Господь позволил мне создать детский лагерь. Я был начальником 45 лет. Тысячи детей подняли. И ни рубля государства не далось. Что я должен думать? Я должен работать и молиться. Если вы зайдете в YouTube, зарядите «Восцвете Библии» Игнатий Лапкин. И вы откроете у нас 14 тысяч 150 роликов. И что мы с вами говорим, это тоже в интернете будет выставлено. Я даже ничего не говорю. Вы не говорите. Я прошу только время разговора нецензурно не выражаться. Другого ж не прошу. Хорошо. Без матов. Я слушаю ваши вопросы. Говорите. Нет, просто я говорю, как вы сейчас к власти нашей охотитесь? К власти? Это уже не патриарх. Мы ежедневно выполняем наказ апостола Павла. Он говорит, молитесь за царей, за начальствующих, дабы проводить жизнь тихую и безмятежную. И когда мы молимся, я повторяю. Вот слушайте внимательно. Господи, коснись сердца наших правителей, дай им страх Твой святой, дабы мудро управляли народом Божиим, издавали мудрые законы, дали достойную жизнь человеку, чтобы можно было уделять нуждающимся из того, что мне останется. Помяни Господи Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра Порошенко, Александра Лукашенко, Эрдогена, Амана. Тех, которых я знаю, от кого у меня благодарности. Мы молимся ежедневно, чтобы не было покушения на них. Это моя обязанность, я выполняю ее. На митинге с Навальным не пойду. А зачем? Это ничего не дает. Вот сейчас выпустили Квачкова, Владимир Васильевича. Он тихонький такой, полковник, РУ, 11 лет отбухал. Я прошел пять тюрем, я знаю, что это такое. За слово Божие. Здоровье, здоровье, главное. Спасибо, Христос. Вы Библию-то считали? Блин, я наполовину мусульманин, наполовину русский. Мусульманин – это вера, а русский – это нация. Надо, надо почитать, надо. Надо прочитать и выполнить. Вы спросили про церковь. А вот там церковь, там не ходят, проще. А что такое? Церковь есть церковь, она святая, не порочная. А люди, которые грешат, они вне церкви. А они только ходят. Просто сейчас говорят, что у нас Кирилл, вот этот ежедневный, как его называют? Кирилл. Что-то он в Орголе говорят. Ну, это говорят, опять же. Говорят. Как на меня сейчас там один напал, я раз выступаю по радио везде, то у меня много, которые противники. Мне за последние только примерно месяцев 7 пришлось заблокировать 7,5 тысяч человек. Это полдивизии. У них цели нет свалить меня, они ничего не сделают. Почему? Я с Богом. У меня огромные материалы. Вот вы зайдете во «Свете Библии» Игнатий Лапкин на YouTube. Если во «Свете Библии» сайт откроете, откроется сайт. Там мои книги все, 43 книги у меня мною созданные. И вы там увидите фильм, снятый о нас, государственные. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе, а второй первое место в России. Это тоже не на дороге валяется. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Что-то мне это напоминает. Блин, кто-то, 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 кто-то уже такую деревню построил. Вот мы как раз и строим. К нам приехал писатель. Кто-то построил, какой-то буржуй. Никакой. Мы приехали, только лопата одна была, ничего не было. Лопатой начали землю скапывать. Купили одну корову на всех. А сейчас уже деревня, свет, построили храм, дороги, пруды. И государство ни рубля не дало. Да электричество сами. Привезли трансформатор сами. Это в Алтайском крае? Алтайский край. В Алтайском крае. Алтайский край, блин. А зачем? Я был в Горно-Алтайске. Да это автономная длина с рядом. Там где-то рядом церковь какая-то на острове. Я не помню, как называется, честно, извините. Ну, это может быть Патмос называют. Не знаю, там где-то, короче, там островок такой стоит, и на нем церковь стоит. Построили тоже, постоянно сносило там ее. Ну, зачем на острове строить? Это просто показать, что ты не такой, как все. Надо строить на возвышении. Церковь всегда строилась на возвышенном месте. На возвышенном. А река течет в низине. Она не течет по горам. Она течет по руслу. Захотелось людям построить. Вот построили, там не захотелось. Сегодня называют это пиар. Это не надо. Время такое пришло. Надо не церковь строить, а души созидать. То есть церковь тоже понимает такое слово пиар, да? Ну да. Ну, не понимает, а понимать-то понимает. Но главное делать надо. Вот мне Господь позволил, Господь положил, мои книги подарить библиотекам. И мы с Барнаула доехали до Владивостока. Потом проехали до Лиссабона. Все страны Европы, Скандинавию, Прибалтику, Север. В 650 городов я подарил полный комплект. У меня пенсия сейчас 8141 рубль 33 копейки. Но я сомневаюсь, что у меня такая будет пенсия. Да. А подарили мы книги, проехали на 35 миллионов. Понимаете, как Бог сделал? Бог дал. Да, Господь дал, и мы дали во имя Господне. И поэтому, а зачем, говорит, вы здесь в рулетку пришли? У меня был брат, он парализованный, он два ролика сделал, сюда сходил. А он умер. Я попросил у Бога, Господи, дай мне познать, что здесь такое. Когда я сюда вошел, сейчас второй месяц начался. Уже 10 дней на второй месяц. Я увидел, где-то Содом и Гаморра. 80% там мусульмане. 80% примерно. Половина людей, которые здесь голые, и все пьют, и едят, и хлюпают где-то. Открыто творят блуд, анонизмом занимаются. Разбратищают это место. Содом и Гаморра, приготовленные к вечной казни, к огню. Поэтому мы здесь, чтобы сказать людям о любви Божией, о Христе. Вот в этом вы правы. Именно так оно и есть. Да. Мы только так нашли посмотреть и посмотрели. Нет, мы не смотреть пришли, а пришли людям рассказать о Христе. И уже человек 10 нашли, которые желают слушать, которые вышли на наши ресурсы. А некоторые встретились. Я только хотел говорить, они меня по имени-отчеству называют. Игнатий Тихонович, да мы на ваших ресурсах подписаны. Потому что у нас просмотров у меня на Ютубе 30 миллионов. Мы тебя слушаем. Если вам было интересно, вы зайдите. Зарядите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Все, вы найдете. Во свете Библии. Хорошо, на Ютубе, да? На Ютубе. А если у вас в свете Библии, и скажете сайт, откроется сайт. А на сайте там государственные фильмы, она снятая. Я отвечаю на вопросы, 4124 ответа даю. 55 папок. Это политика, экономика, социология, работа, семья, будущее. По отдельным папкам. Папку ткнул, открылись одни вопросы. В каком томе, в книге у меня написано. Ткнул вопрос, полное раскрытие. У нас очень сильные ресурсы. Там 50 книг моим голосом насчитано. Первый в стране Господь позволил мне распространить архипелаг ГУЛАГ. Как вы думаете, какая судьба ждет России вообще? Да думать они приходятся, судя по тому, что есть. В первую очередь, вымирающая нация. За время перестройки было в России потеряно 120 миллионов человек, 120 миллионов абортов. Сегодня у русских на семью получается 1,8 ребенка. А у мусульман 8,1. У них свой лозунг. Любая мусульманка выходит замуж, у нее задача подарить Аллаху 5 сыновей. Понятно? И поэтому Россию ждет то, что она уготовила себе. Ее защищать никто и не думает сегодня. А почему? Да потому что день и ночь травили, лучшие все расстреливали по репрессиям. А которые остались, их в армию даже брать не могут. Они и сблудились в дребезге. При тихом ветре падают. На этом вы правы. Да, сейчас. Молодежь вообще просто деградирует конкретно. В интернете деградирует. Вообще на улице идешь, просто страшно смотреть. Идет человек вроде как нормальный, а вроде как к нему подойдешь, а не о чем спросить даже. То есть он ничего не ответит. Мы предприняли эту поездку миссионерскую до Владивостока и до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. Прошли шесть мусульманских республик, Турцию с той стороны. И нам встречались мусульмане. Ни разу, нигде плохие люди не встретились. Если мы молимся, это я вам говорю на сто процентов, а они рядом на дороге работают, а на нас нападут, а они отгонят людей. Они любят, когда человек молится. Я должен это сказать. Мы были во Франции, с ними беседовали, в Испании. Где бы мы с ними не встретились, они узнают, что мы верующие. Они как братья родные. Вот мы в Баку, в доме мулы ночевали. Пошли вместе в мечеть, помолились. В одной комнате, сейчас я могу маленько не так, может быть, сказать. Кажется, там город Каспийск был. И директор библиотеки мужчина. Мы, когда поднимались, там стрелка написана, комната для намаза. Мы говорим, а можно тут зайти? Он говорит, да какой вопрос? Он звонок открыли. Мы подошли к комнате, разулись. Я обычно и все их знаю. Зашли и стали молиться. Все засняли. У нас ролик стоит такой где-то. Мы помолились, попросили мира Дагестану. Поблагодарили Бога в дороге, как ехали. И мы искали библиотеку, а она закрытая. А соседи магазин, когда мы оттуда вышли. Они, а кого вы ищете? Мы говорим, библиотекаря, книги подарить. Они узнали, что мы с Алтая. Они нас в магазин затащили, женщины. Они не знают, что дать. Сыр там. Я говорю, мы это не возьмем. Нам это не надо. У нас пост сейчас. А что можно? Я говорю, ну вот помидор. О, помидор, они нам хлеба надавали. Я им в благодарность отсюда сфотографировалась и послали туда. То есть у нас всегда с ними были очень близкие отношения. В буквальном смысле дружеские. Почему? Потому что у них есть страх Божий. Я говорю о простых прихожанах. И мы сразу сродились. Вот как Бог делает. Да, Бог делает. Бог делает только то, что Ему нужно. Конечно. Он отдал за нас Сына Единородного. Обыценно верим нужно. Да. Господь отдал за нас Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа. И мы Его проповедуем. Мы о Нем возвещаем людям. Это воплотившаяся любовь Бога-человек. Вот у нас мне пришлось по тюрьмам быть. Я знаю заключенных, о чем он думает. И тут я сотрудничал 18 лет. А 3700 человек. В Барнауле тюрьма. Ну, я не все могу делать. А что разрешено делать? Но я иду с кем-то по камерам. Если встречаются мусульмане, там сидят такие. Я в первую очередь им стараюсь помочь. А почему? Потому что ему незнакомое место. Другая пища. Чтобы он не впал в панику. Да, он согрешил. Да, они там убили человека. Это они ответят за это. Но сейчас нужно дать ему понять, что христиане – это настоящие верующие. Рассказать о Боге. Большое спасибо вам. Вы сильный человек. Да, вы сильный человек. И вот нам Господь это дал. Вот мне 80 лет уже. А меня мучили 26 лет. Я в таком лагере был, где мало кто выходит живой. Ни за что. За слово Божие. Потому что я много стихов написал. Упомянул Ленина. Стоит свой рот ащерев. По мёту птиц подставил в голый череп. Вождь атеистов сонмищают. Ну, мне этого они не простили уже. А архипелаг ГУЛАГ я насчитал на плёнке. На катушке тогда были. И распространил буквально по всему Союзу. И брал интервью репрессированных. Кроме того, 50 книг озвучил. 50 книг насчитал. Златоуста, жития, Библию. И тоже всё распространялось. Ну, и меня арестовывали. Я благодарю Бога за это. Я многое узнал там. И благословляю тюрьму. Благослови её, Господи. Она мне многое дала. Вам сколько сейчас лет? 80. 10 июня будет. А у меня три голубятни. Видели сейчас голуби летают? Нет. Не видели. Сколько раз пролетели здесь. Да нет, на вас внимания больше. Ну, такое дело. Я на велосипеде езжу. У меня никакого богатства нет. Даже вот маленький такой телефон. И то мне его купили. А почему? Моё дело, всё принадлежит Господу Богу. Это Господь сделал там. Абсолютно всё принадлежит Господу Богу. Как сказали? Абсолютно. Абсолютно всё принадлежит Господу Богу. Всё. У меня ничего нету своего. Вот за интернет кто-то за меня платит. Пенсия, настоящий момент. За 35 лет стажа рабочего у меня, я говорю, 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. И я не ропщу, благодарю Богу, и каждый день сытый. Ну, я не знаю, что за пенсия такая мелочь. Да, мне нигде не давали работы, только во вневедомственной охране, в районе, в котором я живу, при милиции, чтобы за мной всё время слёжка была. Ну, на Урале у нас пенсия намного, мне кажется, меньше. Не знаю, я где как. Я знаю, что... Ну, на Урале, да, ну, как бы, Башкирен. Здесь пенсионеров вообще просто, ну, не уважают. Здесь не уважают, вот, МАН, здесь не уважают. Друг друга не уважает никто. Просто махер посылают, готовы съесть друг друга. Ну, что, без Бога... Зайти в магазин, то же самое, что-то кого-то спросить, там огрызаться начинают. Просто человеку вволк. Знаете, я хотел сказать, меня пригласили в Америку, они заплатили всё, чтобы я там у них побыл выступить. И вот мы летели в Финляндии, первая остановка, а потом через океан. Это в 92-м году было. Ну, они разносят что-то там, сосиски там поесть, а подошли стюардессы-то. Ну, по-английски, конечно, разговаривают, я им отвечаю по-английски. Я говорю, у нас пост, мы не едим сейчас. А что можно? Я говорю, растительное. Так вот я заметил, к людям они подошли два раза, а ко мне четыре раза. Они не знают, чем меня угостить. 92-й год, я всё ещё помню. В магазин зашёл в Америку, интересно. Я спросил, а есть ли у вас свадебное платье? Они показывают там, то без рукавов. Нет, я говорю, надо, чтобы закрыто вот так было. Ну, как вот у мусульман, у нас одеты, как хиджаб, двойной платок, только вот так вот. Вот, нету. Он меня, подождите, он сейчас, я в Вашингтоне, он звонит. Так, в Нью-Йорке есть в магазине? Нет, я уже не раз, что зашёл. У меня и денег-то нету. Я просто спросил, нет, он, подождите, а то он во мне видит покупателя, он, так, в Сакраменто. У Вас есть такие платья-то? Нету? Да как же так? Так, мы можем по заказу сшить. То есть я к нему зашёл, он меня уже обнял. Вот как работают люди. Она меня первый раз видит и последний. Но у неё отношение ко мне, как к потенциальному покупателю. Ну, вы в Нью-Йорке были? Был неоднократно. Я живу с парнем один, он с Урала как раз. А, живёте тут? Ну как, он сейчас, его нету, он в больницу неделю попал вместе здесь. Он как сын. Он приехал беспризорный, можно сказать, родней нету. И он обратился к Богу, покаялся, принял крещение. Работал в нашем детском лагере, в котором я вот 45 лет начальником был. Такой безотказный, всё везде делает, старается. Вам видели, голубя пролетели? Да, да, я видел. Это у меня в комнате пара живёт. Я сейчас кошек спрятал, их выпустил, а у них малыши кормят. А потом весной я их выпущу туда, на голубятню. У меня в зиму 70 голубей. Но они не в квартире живут? Нет, конечно, нет. В квартире это они в коробке живут. Это утром я мацион даю, чтобы они не забыли, как летать. Всё застелю, пол, везде. Конечно, время отнимает, но я любитель. 65 лет с ними вожусь, это красота. Да, в городе тоже, в разводе тут голубей, белых. Да. Как там? Лохматые, как она там называется? У них лапы, короче, лохматые. Ну да, может быть, бойны, может, турманы. Не знаю, короче, они там ходят такие, лохматые такие. Да, да, да. Лапы всем садятся. Да, у меня такие же. А сегодня вышли, и это, снегири лежат просто в сугробе, и это... Вот, сегодня у нас... Они мёртвые, получается, головой в сугроб воткнут. В стену ударяются, короче, и падают. Да. Мне один голубятник, меня увидел из Германии. И недавно голубку продали там, не упади, я скажу, по нашим деньгам за 3 миллиона. Ну да. Вот как люди любят. И что, голубь это единственная птица, которая определяет характер человека. Ни животное, никто. У злого человека голубь не водится. В газете главная статья, большая, у злого человека голуби не водятся. Нет, говорят же, голубь птица мира. Ну это говорят. Они не мирны, они всё время дерутся между собой. Но по отношению того, что ты держишь их, да. Если у них ослабело, они его могут заклевать до смерти. Но я наблюдаю, записываю, у меня свои наблюдения. Понятно. Так. Очень приятно с вами было пообщаться, на самом деле. Вон, видите, голубь, он, вон, шевелятся, на коробке сидит, посмотрите. А, вас не... Вы видите? Нет. Нет, нет, нет. Ну вот смотрите, куда мой палец направлен. Вон он, вон он, голубь. Да, конечно, вы тот палец показываете, который не нужно показывать. Ну я не знаю, как, ну указательный покажу. Вот он, вон голубь. Нет, видно, нет, нет, не видно, нет, нет, нет. Вон клюёт, видно, нет? Нет, ноутбук вы верните, или что там у вас? Одна, ну что тут такое, ну вот. Нет, не видно. Ну как не видно-то, вон он сидит. А как мы видим-то? Нет, не видно. Да вы меня видите? Да, да, я видел. Ну а вон, 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 со стороны, вон где... Тут еще налево в руку. Чуть-чуть еще налево, чуть-чуть-чуть-чуть. Вон он, голубь сидит. Вон он, клюёт. Ну, вон. Вот, да-да, сейчас вот видно. Ну ладно, вон он. Вон он. Да-да-да, сейчас видно. Ну они маленькие сидят, я сейчас покажу малышей. Это маленькие, они еще не летают. А я их кормлю здесь. Они где-то. А вот они где, видишь? Ну-ка. Как чайки такие, белые. Да-да-да-да-да-да-да. Понятно. Это дело любви. А если человек не любит, ему это в тягость все. Они по плаву просто ходят, что ли, или что? Нет. Это я выпустил утром на час. Я застилаю все, тут специальная материя, бумага твердая. И они тут, после я убираюсь за них, теперь в коробку сажаю. И они там день сидят с родителями. А на утро опять выпускаю. Они делаются ручные. Тогда на улице, где бы ни летали они, они с высоты прямо садятся на руку мне. Я руку протягиваю, они садятся. Нифига. Надо тоже так попробовать. Да, они, ну, говорится, и здесь... У меня кошка смерть сразу. Да как, кошки у меня... Вы думаете, у меня еще одна кошка, что ли? У нас нынче в этом девять кошек. Девять. Где мы молимся, там мыши. Четыре кошки на улице погибали, я их подобрал и там кормлю в погребе. А они мыши там гоняют. Они в погребе, наверное, и живут. Ну, до лета. До лета. А на лето-то я в деревню буду уезжать. Кошек этих заберу с собой. На лето, за зиму-то, блин. Ну, они осенью приехали, а это ничьи кошки. Все одинаковые, видно, одна компания. Три кошки черные. Ну, мы их взяли, прикормили, и в погребе они там находятся. Нет, они в погребе, они же ослепнутся. Нет, там свет горит. Там свет, электричество. Куда сохраняется? Каждое утро я сейчас наготовил им пищу тут, с рыбой совсем, и теперь понесу им каждый день. Утром и вечером мы их кормим их. Они ручные сделали. Они дикие были, как на улице. А сейчас как ручные. Дикие кошки только в природе сейчас, в принципе, этот человек сделал так, что кошки, в принципе, стали на улице жить. Вот мы поехали, у нас какое чудо дорогой было, миссия была от Владивостока до Лиссабона. И мы два миссионера, миссионерствовать, и шофер, три, и собака. Назовалась восточная европейская, немецкая собака. Защипировали все ветеринарные документы. А я когда-то занимался в уголовном розыске. Я поэтому занялся ей. Она вернулась когда, и на первое соревнование стала чемпионом Сибири. А когда проехали мы Испанию, вернулись, она стала чемпионом России, собака. Вот как Господь сделал. Даже собака и та отмечена была. Я как-то приехал, а тут люди собрались, мы молимся. В Германии подарили такие, как матрасик. И он любит сушки, эти маленькие коралечки такие. Я сказал, на стол, он на стол запрыгнул, специально матрас. И люди сидят, смотрят. Ну, он вот так вот сядет на лапы, зайка показывает, на задних ногах, и сидит, и лапы кверху. Ну, я ему дарю этот коврик, собаки, грамоту. А ему надо сгодится, когда соревнования будут показать, спищать, и всё. Ураган проехал с нами 120 тысяч километров. От Тихого до Атлантического океана. При Балтике и Скандинавии. Это я собаки, диферамбу пою. Да где эти там, можно пощупать. А вон такой ласковый, ребятишки, это всё заснято. Такой ролик популярный. Ладно. А про священника Никитина ничего не слышали? Про какого Никитина? Да, священник Никитин. Нет, наверное, вы хотите сказать... Вон, видели голуби летят? Да. Так, это отец Владимир Головин. Может, про него? Ну, у него фамилия Никитин, да? Нет, Головин. Он болгар, около Казани, недалеко от Казани. У него была фамилия Никитин. Я не знаю, а что? Чем он так известный? Ну, я где-то слышу, по телевизору где-то видел. Но что он там сделал или... Отношения-то по чём может быть? Если он священник, значит, для меня он священник. Кто? Кто-то сделал. Что сделал? Вот это надо знать. А как искать? Никитиных много священников? Много, да? Конечно. Вы своё фамилию, имя зарядите и посмотрите, сколько в Ютубе, сколько в ВКонтакте. А вот я, Игнатий Лапкет... Это Ютуб, это соцсеть. Там вообще не нужно заряжать. В Википедию я вам могу посоветовать. В Википедии. Не Ютуб, не вот эта рулетка. В Википедии. Просто в Википедии набираете и всё. Там появляется вот это всё. Сколько, где, сколько. Ну, тогда не найти так. Не найти. Потому что неизвестно, по каким качествам. Композитор был, священник. Там, ну, какие-то должны быть ещё определяющие знаки. Я знаю, что он был и писателем, и... Никитин! Да как это, если писатель был, тогда это Иван Савич Никитин. Иван Савич Никитин. Он, кажется, там 32 года, что ли, жил. Возможно, да? Да. У нас храм Покровский на улице Никитина. Это писатель. Он даже не писатель, а поэт. Поэт. А вы знаете такого художника Сирина? Сирина? Сирин. Не знаю такого. Глазунова знаю. А вот наберите. В Ютубе... Ну, не в Ютубе, лучше наберите просто... Ну, а что? Зачем набирать, когда я не знаю? И он не знает меня. Мне это ещё не даст. У меня... На вас походил? Нет. У меня в Ютубе, в моём мире, 22 тысячи фотографии. А фотографии, это не рисунок. Наших фотографий. Показано всё. Детский лагерь. Как мы там живём. Как мы там живём? Ну, я не знаю. Мне зря-то искать, зачем он нужен. Когда... Я даже найду, ещё это мне даст. Могу просто показать одну картину. Ну, картина на камне, на самом деле, она очень дорога мне. Самая ценная картина – это наша душа. Чтобы человек уверовал. Вот видите, это хорошее. Левитан хорошо писал. Шишкин, природа. Это камень. Это камень. Просто на камне. Ну, понятно. Дело на камне. Да. Просто, да? Нет, человек делает это от души. Да, это человек, он просто... Ну, красиво. Мы вопрос один ставим только. Он христианин или нет был? Да. Ну, вот. Чтобы человек отзаботился о душе. А какая польза? Говорит, весь мир приобретёшь, а душе повредишь. Какая польза? Какой выкуп наш за душу свою? Я в 23 года покаялся и 56 лет иду этим путем. Я не жалею. Потому что с Богом это перспектива. Я сегодня умру и получу обещанное. А неверующий он умирает. Он ничего не имеет, кроме лопуха и муки вечной. Ну что, давайте прощаться, друзья. Всё. Ладно, давайте. До свидания. Удачи вам. До свидания. Вы можете сегодня зайти на наш YouTube. И вот этот наш разговор там будет. Я могу поставить сегодня его уже. Хорошо. Да. Но мы с нами матор. Вас святы. Во святи Библии зарядите. Игнатий Лапкин. Во святи Библии. С Богом. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.